Зимние вечера Зимние вечера Зимние вечера Зимние вечера Зимние вечера Голливуд перелеснул свой огромный календарь, обозначив на нем февраль. Посмотрим, как Новый месяц заявил о себе в кассе американского кинопроката. На очереди тройка фильмов-лидеров. На третье место приземлилась «Схватка» — история о торжестве человеческого духа над обстоятельствами и силами природы, рассказанная продюсерами Ридли и Тони Скоттом и режиссером Джо Карнаханом. На счету последнего имеется несколько неплохих лент — «Казырны Тузы» и «Команда А». Несмотря на то, что критики отнеслись к этим фильмам весьма прохладно, зрители их встретили просто на ура. Именно это и дало возможность Карнахану осуществить свой давний проект о суровых мужчинах в условиях не менее суровой арктической зимы. Несмотря на интересный сюжет, эта идея, конечно же, не нова. Более того, местами лента напоминает осовремененный симбиоз из уже давно вышедших картин, таких как «На грани», «Интсу де Уайлд» и «Остаться в живых». При этом сама по себе картина не привносит ничего нового в этот жанр, а только умело жонглирует имеющимися элементами — мелодраматичностью, характерными персонажами и межличностными конфликтами. Изначально роль вожака должен был играть Брэдли Купер, но он был быстро повержен более подходящим на эту роль Лиам Нисоном, который очень быстро вписался в зимний антураж и стал царем сугроба. На второй неделе проката в своих валенках создатели нашли 10 миллионов долларов. Третье место. На втором месте захоронилась «Женщина в черном» — мистический фильм, поставленный по одноименному роману английской писательницы Сьюзен Хилл. На дворе конец XIX века. Молодой лондонский юрист Артур Кипс отправляется в командировку в уединенную северную деревушку, где понимает, что это место прячет себе мрачную тайну. Его случайная встреча на кладбище с загадочной женщиной, одетой в черное, дает начало череде леденящих кровь смертей в семьях обитателей деревни. Первая экранизация этой истории вышла в 1989 году. И интересно, что главную роль в ней сыграл Эдриан Роулинс, актер, которого позже мир увидел в образе папы Гарри Поттера в серии фильмов о волшебном мальчике. Очевидно, эта роль передается по кинематографическому наследству, поскольку в 2012 году в роли отца-одиночки, тяжело переживающего потери жены, мы видим самого волшебника, возмужавшего Гарри Поттера. Это дебют Дэниела Редклиффа в жанре фильмов ужасов, и его первая заглавная роль в кино после нашумевшей франшизы. Сделав ставку на волшебство и раскрученное имя юного Редклиффа, создатели, в общем-то, не проиграли. 21 миллион долларов, примерный уикенд и второе место. Возглавила тройку лидеров фантастическая лента Хроника. Режиссер Джош Транк и сценарист Марк Лэндис продемонстрировали новый подход к жанру псевдодокументального экшена, что отобразило, собственно, и в названии ленты. Однако авторы не просто собрали Хронику из кадров, снятых якобы на подручные камеры, но и на этот раз дали возможность оператору проявить свое мастерство. Например, позволив героям использовать дар телекинеза и крутить камеру в воздухе силой мысли. Более того, теперь, наряду с дергающейся сумбурной картинкой, мы видим и впечатляющие панорамы. Безусловно, сюжет по форме и содержанию напоминает комикс, возвращая нас к истокам научно-фантастического блокбастера. При этом сценарий все же претендует на оригинальность. Это история о подцепивших вирус с могущества школьников. Казалось бы, по всей своей структуре напоминает любой фильм про супергероев. Однако сценаристы решили не идти по протоптанной дорожке и удивить зрителя тем, что сменили вектор направления всех событий в противоположную сторону. Обретя сверхсилу, персонажа ленты не становится благородней, а скорее наоборот медленно, но верно превращается в антигероев. В сопровождении занятных спецэффектов и нестандартной операторской работы эти метаморфозы привлекли внимание многих. 22 миллиона долларов в премьерный уикенд и первое место. Впервые на русском языке роман знаменитой английской писательницы Розамунды Пилчер «Спящий тигр». Молоденькая Селина готовится к свадьбе с вполне приспевающим бизнесменом. Неожиданно в подаренной женихом книжке о жизни на далеком Испанском острове она видит фотографию автора и понимает, что он удивительно похож на ее отца. Но ведь ей говорили, что он погиб во время войны. Книги Розамунды Пилчер погружают читателя в атмосферу уюта и тепла старой доброй Англии. Это семейные саги, рассказы о любви, предательстве, страдании и дружбе. Но главное это увлекательное чтение, оторваться от которого просто невозможно. Общий тираж ее книг превысил 60 миллионов экземпляров. Романы Пилчер неизменно становились бестселлерами и многие из них были экранизированы. Романы Пилчер неизменно. В этой книге Умберто Эко переносит читателя на зловонные парижские улочки и в бандитские притоны, где им вместе с героем предстоит шпионить на все разведки мира, укращать истеричек из клиники к доктору Шарка, распивать пиво Зигмунда Фрейдом и даже участвовать в сатанинской миссии. Одновременно, как и всегда, Умберто Эко выдает читателю в оболочке приключенческого романа огромный заряд знаний и идей. В мире понятия взрослых и детских игр не существует. Все они — это своеобразные модели человеческих взаимоотношений. Вне зависимости от возраста, почаще отправляйтесь в необусловленные временем игровые пространства, где главные козыри — это азарт и изобретательность. Без проигрышных вам выходных и до встречи через неделю на канале RTVI. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова